14-го зенитного арт-дивизиона, 139-й армейской пушечной артиллерийской бригады, 150-го УРА, а также переданного ИС-6-й гвардейской танковой армии 7-го новоукраинско-хинганского корпуса, который вскоре был переформирован в одноименную дивизию. Местом дислокации этих соединений были порт Артур и порт Дальний в южной части Леодунского полуострова и Гуандунский полуостров, расположенный на юго-западной оконечности Леодунского полуострова. Небольшие советские гарнизоны также оставались вдоль КВЖД. Летом 1946 года 91-я гвардейская стрелковая дивизия была переформирована в 25-ю гвардейскую пулеметно-артиллерийскую дивизию. 262-я, 338-я и 358-я стрелковые дивизии были расформированы в конце 1946 года и личный состав передан в 25-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию. Сентр. Моряки-десантники Тихоокеанского флота на пути в Порт-Артур. На переднем плане – участница обороны Севастополя Анна Юрченко. Фото 1945 года, слеж. Сентр. В декабре 1945 года на основании циркуляра начальника главного морского штаба номер 0059 от 5 октября 1945 года на аэродроме Тученцзе в Китае было сформировано управление 18-й смешанной авиадивизии с подчинением командиру Порт-Артурской ВМБ. В состав дивизии были включены перебазированные из приморья части ВВС ТОВ, 36-й минно-торпедный артиллерийский полк на торпедоносцах А-20Г Бастан, а также 27-й и 61-й истребительные авиаполки на истребителях Р-63 Кинг Кабра и Як-9 соответственно. 14 июля 1946 года в Порт-Артуре была сформирована 33-я отдельная морская разведывательная эскадрилья на летающих лодках ПБН-1 «Намад», подчиненная командиру 18-й смешанной авиадивизии. С этого времени в составе авиации Порт-Артурской ВМБ имелась бомбардировочная, истребительная и разведывательная авиация. Транспортная авиация, базировавшаяся в Приморье, совершала регулярные рейсы в Порт-Артур. В апреле-май 1946 года гомендановские войска в ходе боевых действий с Народно-освободительной армией Китая, НААК, подошли вплотную к Гуандунскому полуострову, практически приблизились к советской ВМБ Порт-Артур. В этой сложной ситуации командование 39-й армии решило поддерживать коммунистов. В штаб гомендановской армии, наступающий в направлении Гуандуна, выехал полковник М.А. Волошин с группой офицеров. Он заявил гомендановскому командующему, что территория за обозначенным на карте рубежом в зоне 80 км северни Гуандуна находится под огнем советской артиллерии. В случае дальнейшего продвижения гомендановских войск могут возникнуть опасные последствия. Командующий с неохотой дал обещание разграничительную линию не пересекать. Таким образом, удалось успокоить местное население и китайскую администрацию. В 1948 году на полуострове Шандун в 200 км от дальнего, на территории, занятой гоменданом, функционировал аэродром американских ВВС. Ежедневно оттуда прилетал самолет-разведчик и на малой высоте по одному и тому же маршруту облетал и фотографировал в Порт-Артуре и Дальнем советские и китайские объекты и аэродромы. Советские летчики пресекли эти полеты. Американцы прислали в МИД СССР ноту с заявлением о нападении советских истребителей на сбившийся с курса легкий пассажирский самолет, но разведывательные полеты над Лиадуном прекратили. Несколько слов стоит сказать и об экономике территории советской военно-морской базы. К августу 1945 года Порт-Артур, по-китайски Люишун, был небольшим городом с населением около 40 тысяч человек, из которых китайцев – 25 тысяч, а японцев – 15 тысяч. Советско-китайский договор о союзе и дружбе от 14 августа 1945 года предоставил оборонную базу советской стороне. Гражданская административная власть принадлежала Китаю, причем при назначении чиновников на тот или иной руководящий пост в районе должны были учитываться интересы СССР. Назначение и смещение гражданской администрации в Порт-Артуре китайской стороной надлежало согласовывать с советским военным командованием. Устанавливался срок соглашения – 30 лет. Было заключено также отдельное соглашение о городе Дальнем, получившем статус свободного порта, пристани и складские помещения которого также на 30 лет передавались в аренду Советскому Союзу. Территория Лиадуна около 2,5 тысячи кв. Каэм. Длина полуострова от Порт-Артура до железнодорожной станции Шахэ, расположенной на северной границе зоны, минус 120 километров, наибольшая ширина – 48 километров, по северной границе, самая узкая – 4,5 километра, в районе города Цзиньчжоу. В 1226 населенных пунктах Лиадуна проживало около 1,5 миллиона человек, в том числе 250 тысяч японцев, в основном в Дальнем. Надо ли говорить, что этот договор был заключен с Чанкайши? Однако Гаминдановскую администрацию в Квантунской области никто создавать не собирался. Поначалу советское командование сформировало администрацию из прогрессивных слоев буржуазии и интеллигенции, а потом уже – чисто коммунистическую. Если верить советским источникам, а японских я не нашел, то проблем у военной администрации с японским мирным населением не было. Так, например, почти все железнодорожные служащие были исключительно японцами и несколько месяцев. Они возили советские грузы без единого случая саботажа или аварии, показав себя с самой лучшей стороны. Специальным соглашением между Советским Союзом и Японией было установлено время репатриации, депортации, японского населения Лиадуна, с октября 1946 до конца 1947 года. Это означало, что ежедневно из Дальнего должны были отбывать в среднем 750-800 человек. Устанавливался график подачи японской стороной транспортов с указанием, на какое количество пассажиров и грузов, на одного человека полагалось 16 килограммов багажа, они рассчитаны. Стоит отметить, что командование базы сделало попытку найти участников обороны 1904-1905 годов. Так, в Дальнем обнаружили активную участницу обороны Порт-Артура, бывшую сестру Милосердия Евгению Ядренову, благородную деятельность которой так тепло и выразительно описал Александр Степанов в своем романе «Порт-Артур». Приказом командующего армии ей и Ядренову зачислили на довольствие в армии, перевели в Порт-Артур и обеспечили там жилье. Она оказывала посильную помощь политотделу в подготовке материалов по обороне Порт-Артура для музея, открытого командованием базы 16 декабря 1945 года. В Харбине нашли Алексеева, который в чине подпоручика участвовал в обороне Порт-Артура и в течение четырех месяцев являлся адъютантом генерала Кондратенко, до самой его гибели. Алексеева пригласили в Порт-Артур, хорошо обеспечили, по тому времени, разумеется. Он часто выступал перед офицерами и солдатами гарнизона. Маршал Советского Союза Кирилл Афанасьевич Мерецков и генерал-полковник Терентий Фомич Штыков вместе с Алексеевым выезжали на форт номер 2, где погиб Кондратенко. Корейский фронт. В 1946 году в связи с усилением гражданской войны в Китае экономическое положение Порт-Артура резко ухудшилось. Увеличение масштабов войны напрямую было связано с выводом советских войск из Манчжурии. Как уже говорилось, на территории Китая осталась одна 39-я армия на Лиадунском полуострове. Порт-Артур был фактически отрезан гомендановцами от сил Ноак и от СССР. Связь поддерживалась через маленький отрезок корейской границы и морским путем. Советское правительство по мере возможности помогало Лиадунскому полуострову продовольствием и сырьем. К началу 1947 года там трудились 264 советских инженерно-технических работника и около 3000 рабочих высшей квалификации. Все они были не только наставниками, но и добрыми друзьями китайцев. Но вот гомендановцы разбиты и выброшены на остров Тайвань. Провозглашена Китайская Народная Республика. В конце 1949 года в Порт-Артур прибыла большая делегация во главе с премьером Государственного административного совета КНР Чжоу Энь Лэм, который встретился с командующим 39-й армии генералом армии Афанасьем Павлантьевичем Белобородовым. В декабре 1949 и феврале 1950 года на советско-китайских переговорах в Москве было достигнуто соглашение обучить кадры китайского морского флота в Порт-Артуре с последующей передачей части советских кораблей Китаю, подготовить план десантной операции на Тайвань в советском генеральном штабе и направить в КНР группировку войск ПВО и необходимое количество советских военных советников и специалистов. С началом войны в Корее по договоренности между правительством СССР и КНР на северо-востоке Китая были дислоцированы крупные советские авиационные части, защитившие индустриальные центры этого района от налетов американских бомбардировщиков. Советский Союз принял необходимые меры по наращиванию своих вооруженных сил на Дальнем Востоке по дальнейшему усилению и развитию военно-морской базы Порт-Артур. Она являлась важным звеном в системе обороны восточных рубежей СССР и в особенности северо-восточного Китая. 4 октября 1950 года 11 американских самолетов сбили в Желтом море советский самолет-разведчика 20 Тихоокеанского флота, выполнявший плановый полет в районе Порт-Артура. Трое членов экипажа погибли. На следующий день несколько групп советских истребителей, базировавшихся в Дальнем, провели широкомасштабный поиск американских самолетов над Желтым морем. Но янки так и не появились. Во время Корейской войны личный состав сухопутных сил СССР с семьями офицеров на Леодунском полуострове составлял более 100 тысяч человек. В районе Порт-Артура курсировало 4 бронепоезда. 27 июля 1953 года в день подписания договора о прекращении огня, общепринятая дата окончания Корейской войны, советский военный самолет Ил-12, переоборудованный в пассажирский вариант, вылетел из Порт-Артура курсом на Владивосток. Пролетая над отрогами Большого Хингана в 112 километрах от корейской границы, он был внезапно атакован четырьмя американскими истребителями, в результате чего безоружный Ил-12 с 21 человеком на борту, включая членов экипажа, был сбит. Через два дня наши летчики рассчитались за сбитый пассажирский самолет. Новейший американский четырехметрный разведчик АПИ-50 вторгся в воздушное пространство СССР в районе Владивостока на высоте 7 километров и был сбит парой дежурных МиГ-15. АПИ-50 упал в море в восьми милях от острова Аскольд. Тринадцать человек экипажа пропали без вести. Возвращение Бытует мнение, что вопрос о передаче КНР Порт-Артура был впервые поднят Никитой Хрущевым. Однако уже при заключении договора о дружбе, союзе и взаимной помощи 14 февраля 1950 года Советский Союз обязывался вывести свои войска с Квантунского полуострова и передать Китаю Порт-Артур не позднее конца 1952 года. Но из-за войны в Корее 15 сентября 1952 года СССР и КНР обменялись нотами о продлении срока совместного использования военно-морской базы до момента заключения обоими государствами мирных договоров с Японией. Замечу, что такой договор с Японией не заключен до сих пор ни Китаем, ни Россией. Так что Порт-Артур на законных основаниях мог до сих пор принадлежать РФ. И до сих пор у нас в стране идут споры о том, надо ли было возвращать Порт-Артур Китаю. Однозначный ответ дать трудно. Если бы Хрущев продолжал проводить дружественную политику по отношению к Китаю и не устроил бы на ха-ха съезде трагикомедию с разоблачением культа личности Сталина, то передача Порт-Артура была бы разумным и естественным шагом. Однако Никита Сергеевич, чтобы обрести популярность среди населения СССР и устранить практически все руководство страны, пошел на авантюру, дорого стоившую престижу и мощи Советского Союза. Так что, планируя разрыв с Пекином, возможно, следовало повременить с передачей Порт-Артура или по крайней мере демонтировать все его военное оборудование. История поставила все точки над ИН. Хрущев и все последующие генсеки до 1991 года так и не сумели найти точную границу критики культа личности, что дало огромный козырь местным и зарубежным антисоветчикам и русофобам. В Китае поступили по-другому. Мау по-прежнему подсчитается как создатель КНР и победитель в войне с Японией и Гаминданом. Но при этом никто не скрывает многочисленных ошибок великого кормчего. В итоге с 1949 года Китай не потерял ни одного квадратного метра своей территории, даже совсем наоборот, а его экономика уже сейчас соизмерима с экономикой США. Подведем итог. Занятие Красной Армии Порт-Артура в 1945 году предотвратило захват Северного Китая американцами. Трудно переоценить роль Порт-Артура в ходе Гражданской войны 1946-1949 годов, когда он стал крепким тылом и неприступной крепостью товарища Мау. В ходе же Корейской войны 1950-1953 годов Порт-Артур был огромной тыловой базой корейских, китайских и советских войск. Не будь Порт-Артура, результаты Корейской войны были бы совсем иными.